В один из первых летних дней в Гродно открылась виртуальная выставка под названием «Утульная лялька». Приурочена экспозиция к Международному дню защиты детей и к началу летних каникул. Утульная лялька, она такая добрая, тёплая, нежная и погружает в какие-то приятные воспоминания и эмоции. И взрослый, и ребёнок, увидев вот эту выставку, получит истинное удовольствие. Все представленные на выставке игрушки – дело рук Анастасии Сухачёвой, мастерицы Народного любительского объединения «Городенский колоры». Для неё «Утульная лялька» – первая персональная выставка. Эта выставка для меня первая, она очень волнительная, она большое значение имеет в моей жизни. Всего в Центре ремёсел наследия Анастасия представила более 200 работ. Все игрушки она распределила по 12 тематическим зонам. Весенние полянки, летние полянки, зимняя сказка, тропический лесок, Африка, зомби-апокалипсис у нас есть, море с медузами, с лягушками, озерцо. Работы я не выбирала, работы все, которые связаны давно, и совсем недавно, и новые, и буквально за день, за два работы готовились к предстать тут на выставке. Конечно же, параллельно к фестивалю готовились, но так как фестиваль не состоится, то большая часть, большая часть работ пришла сюда на выставку. Увидеть игрушки можно на YouTube-канале Гродненского городского центра культуры и на YouTube-канале Центра ремёсел наследия. Вниманию зрителей помимо виртуальной выставки будет представлен ещё мастер-класс Анастасии Сухачёвой, что даёт возможность, помимо того, что каждый желающий сможет увидеть многообразие, многоплановость работ мастера, ну и что-то сделать своими руками, попробовать себя именно в этом творчестве. Мастер-класс Анастасия тоже даёт впервые. Начать решила с броши в виде цветка. Этот мастер-класс подойдёт для всех, у кого есть элементарные навыки вязания. Кто умеет набирать воздушные петли, тот научится и будет очень быстро вязать такие же брошки. Мастер-класс на YouTube-канале Гродненского городского центра культуры и на YouTube-канале Центра ремёсел наследия уже доступен. Виртуальный урок, так же как и выставку, посетить можно в любое время.